Алина Загитова, конечно же, именно она главная героиня этого ролика. И вы знаете, я за нее безумно счастлива, потому что давайте сейчас каждый из нас вживется в роль Алины Загитовой, на вот буквально несколько минут, почувствуем себя на ее месте. Вы выиграли все возможное и невозможное золото в фигурном катании, все титулы. У вас огромное количество многомиллионных контрактов с брендами одежды, с брендами косметики. Я не знаю, вы рекламируете своими инстаграмами все, что только возможно. Даже компания, производящая стеклопакеты, будет рада тому, если вы ее прорекламируете. Более того, вы желанный гость на любой телепрограмме, вы желанный гость на любой вечеринке, светской, не светской, неважно. Более того, за любое ваше появление вам тоже готовы платить деньги. И вот перед вами встает выбор. А, целыми днями жить на катке, по 12-13 часов тренироваться. Кстати, кто не видел ролик Софьи Самоделкиной «Один день из жизни фигуристки», посмотрите, пожалуйста, и вы поймете, о чем я говорю. На вас кричит тренер, и не один, по-другому не бывает. У вас миллиард прокатов короткой произвольной программ также в этот день. У вас, я не знаю, хореография, где вас мучительно тянут, ОФП, где вы мучительно устаете, потом вы выходите на соревнования, вам нужно нервничать, потому что вам нужно подтверждать свой титул, статус чемпионки. Либо вариант Б, когда вам предлагают стать ведущей на первом канале, и, к слову, если вы сейчас отказываетесь, не факт, что вам предложат второй раз. Когда вы можете продолжать фотографироваться на фотосессиях, в рекламных кампаниях участвовать и прочее, прочее, вот какой путь выберете вы? Я выберу пункт Б, потому что это гарант моего будущего. Выбрав пункт А, непонятно, что будет со мной в будущем, пригласят ли меня еще на первый канал, потому что с учетом того, как меняется быстро чемпионки в женском одиночном катании, не факт, что условно через сезон или два я еще буду кому-то интересна. Или вариант Б, когда твое будущее, вот прямо сейчас тебе судьба дает волшебный пендаль, чтобы ты начала развивать себя в новой сфере. Поэтому здесь я абсолютно ее поддерживаю. Умница. Я считаю, что она сделала правильный выбор. Теперь, что касается того, как она это объявила, да, о том, что она не будет принимать участие в прокатах, я считаю, что этот момент был не очень красив по отношению к ее преданным болельщикам, потому что из вас многие пишут, что ради нее купили билеты, понимая, что, возможно, это ее последнее выступление, вы едете из других городов. Я считаю, что это некрасивый поступок. Некоторые из вас пишут, что со мной не согласны. Кто-то даже написал честно, что не может объективно оценивать поведение Алины, потому что она для вас звезда, и любое суждение, оно априори субъективно. Спасибо вам за честность. Некрасиво, да, поступила. Плюс, знаете, тут такой момент, она же, получается, не уходит, то есть не объявляет официально, то есть она официально числится в федерации. Занимает ли она чье-то место, я вот не могу, не знаю, потому что я не работаю в федерации, но определенно она получает какую-то финансовую поддержку, так как числится в сборной, она является членом сборной России, и если бы, например, она заявила о том, что она официально заканчивает, то есть осталось, стало бы одно свободное место в сборной, и девчонки, ну, подвинулись, и, возможно, кому-то это финансирование чуть важнее, потому что хочет кататься, выступать и так далее, и так далее. Ну, это оставим на совесть тех, кто принимает такие решения, потому что я не вправе, правда, не знаю всех вот этих документальных документаций, того, как это все должно происходить, но я считаю, что фанатам нужно было как-то заранее объявить, кто-то из вас пишет, что это проделки федерации, что, мол, они специально за три дня, когда уже нельзя сдать билеты, объявили о том, что Алины не будет, а до этого они сказали, что она будет, чтобы раскупили билеты. Нет, я считаю, что федерация здесь абсолютно не при чем, потому что билеты, с учетом того, что продавался не весь мегаспорт, то есть не 100% будет посещаемой в связи с этим коронавирусом, будь он не ладен, я думаю, что билеты бы все равно все раскупили, не было бы, возможно, такого ажиотажа, но в любом случае все билеты были бы раскуплены, поэтому я бы не стала здесь винить федерацию в том, что это их проделки. Я вижу идеальный выход из этой ситуации для Алины, это честное для нее самой, в первую очередь, честное интервью, вот чтобы она сама его дала и была честна перед самой собой, и сказала, типа, да, ребят, спасибо большое за поддержку, я пыталась, я старалась, но не могу я там, нет сил, не знаю, еще чего-то, хочу попробовать, хочу верстать свою жизнь дальнейшую вне спорта, ведь мы все ее поймем, поймем? Да. Я считаю, что все мы оступаемся по жизни, и то, что Алина не сказала об этом болельщикам, возможно, скоро выйдет пост, такой же сухой и официальный, как все ее последние посты, но, тем не менее, я думаю, выйдет, но в любом случае она сначала должна была уведомить об этом федерацию. Многие из вас пишут, что, типа, вот, ей сложно найти мотивацию, она все выиграла в фигурном катании, ей сложно найти мотивацию тренироваться дальше. Это все ерунда, друзья. Мировой спорт знает огромное количество примеров. Давайте возьмем Елену Исымбаеву, которая побила огромное количество мировых рекордов, которая многократная чемпионка мира, которая олимпийская чемпионка, но она-то нашла в себе мотивацию тренироваться и бить очередные мировые рекорды. Я уж молчу про Майкла Фелпса, самого титулованного пловца, он пловец, самый титулованный, по-моему, у него больше всего олимпийских золотых медалей в истории олимпийских игр, поэтому они-то как-то находят мотивацию. Я думаю, что это больше такой взгляд в будущее, потому что фигурное катание, как мы знаем, спорт очень-очень молодой. Что касается Кубка России, будет ли она там выступать? Я думаю, что нет. Но здесь есть вот это но, которое многие из нас не любят, я там в том числе, но здесь оно присутствует. Если у нее в контрактах с компаниями, лицом которых она является, прописано, что в сезоне 2020-2021 она должна выступить на там нескольких официальных турнирах, так как является их лицом, и чтобы как бы компании могли это все у себя в социальных сетях осветить и так далее, и так далее. То, естественно, она выступит на этапах Кубка России, как это было вот в прошлом сезоне с этапами Гран-при. Ну а так, нет, я вообще не вижу смысла. Пусть уже развивает технику речи, пусть идет по стопам журналистики, телеведущие. Я очень надеюсь, у нее все получится. Ну а сейчас давайте послушаем мнение наших экспертов. Мои коллеги позвонили, пообщались, очень интересно узнать их мнение. Ну и, конечно, пишите свои версии в комментариях. Вообще не удивлен. Я это понял изначально, когда она согласилась сейчас с Ледниковым геем. И, ну, вообще, вы считаете, что правильно то, что она объявляет это прямо вот перед самими прокатами, потому что многие покупают на нее билеты и в итоге ее не будет? Это у нее совсем правильно получается? Ну, наверное, да, не совсем правильно, но это как-то заранее, да, объявляет это. Ну, там будет на кого еще посмотреть? Угу. Ну, ты можешь это назвать какой-то потери для самих прокатов? Что будет? Можешь это назвать саму потери такой, за то, что на нее не будут участвовать? Или все нормально? Ну, всегда это потеря, когда такое имя не участвуют. Конечно, это... Ну, это плохо для зрителей, что они вернутся. Давай, что они в спорт. Ну, как бы, ожидаемо, конечно, что она пропускает его сезон, скорее всего, потому что она, как бы, если она не готовилась к нему, то как она будет выступать в следующий сезон? мне кажется, это очевидно. Угу. Ну, а по поводу завершения, как вы считаете, вот можно считать, что ты уже повод? Скажете, что, скорее всего, она спортивную карьеру не продолжит? Ну, я думаю, что нет, я уверена, ну, как бы, я, ну, скажите, наверное, уверена, что я, как бы, я думаю, что, скорее всего, она думает все же о возвращении, но, это будет очень сложно, и есть, как бы, для начала у нас вообще зависит, скажем, так, сезон и против, понять вообще, готовы ли надо дальше бороться, но почему, как бы, нет, то есть, как бы, это, и ее должно быть решение, поэтому, если она готова, то я думаю, что она любит. uh-huh.